Привет друзья! Сегодня мы наконец-то приступим к окончательной планировке участка, вернее его части, которая предназначена под летний домик и газон. Но домик пригоден для полноценного проживания на весь период строительства. Как я уже говорил в предыдущих видео, что я жду у трактора, у него проблемы с гидравликой. Но вот сегодня он неожиданно под вечер к нам приехал. Напомню немного, зачем все это было затеяно. Мы с другом когда-то отстреляли отметки участка с помощью нивелира. Если посмотреть на результат, будет видно, что к концу участок сильно уходит вниз. На 10 метров перепад около 1 метр. И чтобы это хоть как-то исправить, пришлось колдовать. На месте, где будет расположена времянка, достал чернозем, так как он дороже, чем местный карьерный песок. И его можно в дальнейшем использовать при планировке участка. Попутно были отрыты котлованы под септик и кессон и траншею под водопровод. После монтажа септика я не засыпал обратно местный грунт. Суглинок. А использовал песок, чтобы улучшить дренажные свойства и избавиться от касательных напряжений, возникающих при замерзании грунта. А так как остался лишний грунт, решил его использовать для поднятия участка. Для начала также был поднят растительный слой и отложен на время работ в сторону. По максимуму растащили с помощью трактора по участку грунт из-под септика и кессона. Эта работа оказалась не из быстрых, на нее было потрачено целый день. Хотя часть еще все равно осталась, но это не сравнится с теми горами, которые были изначально. Траншею в месте прохождения водопровода с электрикой под насос я засыпал вначале песком и проложил сигнальную ленту. А все оставшееся также завалил местным грунтом. Попутно мы подготовили площадку под домик. Тоже оказалась работа не из легких. Затем провели работы по утеплению септика и кессона, после чего их также обсыпали песком. Можно было бы позвать трактор, но на треть ковша никто никогда не ездит. Вот вкратце история работы. А сегодня я обсыплю и укреплю откосы площадки под мини-дом. В дальнейшем я их укреплю геотекстилем и черноземом, чтобы они не расползались, но это потом. Откосы начал укреплять преимущественно камнями, равномерно раскладывая по склону. Дальше это все будет засыпаться песком и черноземом. Работа не сильно пыльная, но пришлось немного потаскать камни. Далее приступили к растаскиванию чернозема по участку, который мы отложили, как и говорил до поры до времени. Растаскивали пока грубо и на глаз нашего тракториста Андрея. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я здесь его выгодно. Выполнив эти действия и немного поработав лопатами, для более точной работы достали нивелир и шнурку. Длину уклон задавался между люками, а края участка уже отстреливался. Вдоль люков уклон все равно остался сантиметров 20. Я в ноль не вышел, так как надо было бы еще привезти парочку Камазов песка. А я уже устал их гонять, да и кошелек не резиновый. На все было потрачено 5 машин карьерного песка. Это 6,5 тысяч рублей за машину объемом 10 метров кубических. И одна машина речного песка на подсыпку септика и кессона. Это 9,5 тысяч рублей. Тракторные работы за полную смену и 2 часа получилось 14 тысяч рублей. Это с учетом того, что тракторист местный и нет подачи трактора. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Там, наверное, камера у меня где-то в камере села батареи. Процесс весь не записался. Но какую-то суть мы передали. Вот все, что мы получили на сегодня. Вот раскидали землю. Придется мне чуть-чуть тут поработать граблями еще. Порастаскивать все. Но я сильно тут не буду так напрягаться. Потому что оставлю на зиму это дело. Так, из большего повыравниваю. А потом после зимы посмотрю, что здесь получится. Так что вот как-то так. Наши укрепили склоны. Страшно пока смотрится. Но это потом все обсыпется. Все утрамбуется. И все будет хорошо. Так что. Это был канал Ливодский Хаос. Подписывайтесь. Комментируйте. Ставьте лайки. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok